Привет всем! Вы на канале Валари Лайф. Девчонки, сегодня я с вами поделюсь одной маской для волос. Оригинальный рецепт состоит всего лишь из двух ингредиентов. Это один авокадо и один яичный желток. Но, учитывая мою шевелюру, мне бы понадобилось, наверное, пять авокадо и пять желтков. Поэтому для того, чтобы не тратить все авокадо и все яйца в доме, я решила модернизировать немного эту маску для волос и добавить некоторые ингредиенты. Всем, кому интересно, что же это за маска, оставайтесь смотреть. Так как у меня осветленный волос, то за ним нужно ухажировать намного пристальнее, чем за любым другим окрашенным волосом. Я уже не говорю о натуральных не окрашенных волосах. И поэтому я стараюсь перед каждым мытьем головы нанести хоть какую-нибудь маску для волос. В этот раз я решила попробовать маску на основе авокадо и яичного желтка. Но так как у меня довольно-таки густая и длинная шевелюра, то мне понадобилось в данном случае два авокадо, два яйца. И для того, чтобы маска была более-менее жидкая, я добавила масло. Масло для волос я использую всевозможное. В этот раз я использовала репейное масло как базу и использовала эфирное масло розмарина и эфирное масло лаврового листа. Важно очень тщательно размешать эту маску. Девочки, моя ошибка. Я вроде бы как взбивала ее блендером, но авокадо взбилось очень плохо. Поэтому на волосах остались кусочки авокадо. И все бы ничего. Но когда вы будете смывать эту маску с волос, проверьте тщательно ваши волосы, чтобы эти кусочки на волосах не остались. Как остались у меня, мне их пришлось потом вычесывать. Так вот, когда я смешала все ингредиенты, маска получилась все равно еще густоватая. И в самом конце я добавила масло льняного семени. Это масло божественно работает с моими волосами. Я результат чувствую сразу же. Маску я нанесла на волосы и подержала, если я не ошибаюсь, примерно 2 часа. После чего необходимо маску смыть прохладной водой, потому что в ингредиентах есть желток. И чтобы его не вычесывать, как я вычесывала авокадо, маску необходимо смывать прохладной водой. После того, как вы маску смыли, нанести шампунь и кондиционер. Вуаля! Результат сразу виден. Волосы очень мягкие, послушные и блестящие. Но я вам хочу сказать еще такую вещь. Если вы делаете маску для волос раз в месяц, раз в полгода, то есть очень редко, девчонки, не ждите сразу результата вау. Маски для волос нужно делать постоянно. Как я уже сказала, для тех, у кого осветленные волосы, это must have. Даже если у вас нет времени, любое масло на волосы нанесли полчаса и в душ. Ваши волосы вам скажут спасибо. Ну вот и все, мои дорогие. Сегодня я с вами поделилась очередной маской для волос. Если вам понравилось, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. А я с вами прощаюсь и до следующих видео. Всем пока!